по мере повествования истории вырезки из бумаги на фоне сменяются сердечек и птиц на черепа уже намекая на судьбу героя вообще-то меня зовут мигель у прабабушки не очень хорошо с памятью самого начала сеет семена в виде намеков на основную идею картины память о близких и родных о в поисках нема я знаю что мне нельзя любить музыку о история игрушек и сочинял лучшие песни на свете о старая добрая пасхалка а113 бима из них не за я не скажу про сцена которую сначала не понял потом как заорешь слова песни не забывай не только передают основной посыл мультфильма но и связаны с той самой тайной коко показанное выступление дала круса полное олицетворение все его лжи и предательства и воровства но даже сквозь эту двуличную призму мигель ощутил родство и связь со своим настоящим прадедом у которого любовь к музыке также была в крови покажи что ты умеешь мучача я твой первый слушатель мигель собирался начать с аккорда ре мажор предположительно он хотел исполнить анпоколока песню безумца и он такие и исполнит перед своими первыми слушателями благодаря гектору сын говорит опомянуть наших мертвых всего раз в году бывает такой день когда наши покойные предки могут побывать гостях и все их любимые блюда снесем к алтарю pixar в принципе потрясающе адаптировала праздник дня мертвых на большие экраны и познакомили весь мир с этой удивительной традицией мигель сам того не зная восхищается песнями не дала круса а своего прадеда удивительная работа со зрителем водит нас за нос как щеглов когда жизнь трудно я беру в руки гитару аниматоры проделали огромную работу только чтобы санимировать руки мигеля во время игры на гитаре они буквально покадрово перебирали пальцы чтобы звучание струн максимально соответствовало игре в кадре это тоже реальная часть праздника дня мертвых правда еще свечи нужно расставить но они и так везде отличный двигатель сюжета простая случайность переворачивает понимание ситуации для зрителя вдобавок мотивирует главного героя при этом бабуля коко снова двусмысленно намекает на развязку накладывать все эти слои требует искусного владения повествованием истории древняя традиция подносить любимые блюда умерших на день мертвых и уже здесь так что так рано тетя розита дедушка хулио тетя виктория встреча мигеля с умершими предками резко переходит на проблему с имельдой казалось бы совсем не связанные вещи но на самом деле как раз из-за того что мигель забрал фотографию избежал и имельду не пускают в мир живых и мигель был проклят то есть одно исходит из другого понимаете мост между миром живых и миром мертвых это уже придумала студия но насколько красочный вид насколько идеально вписанная в сюжет визуализация лепестков оранжевых бархатцев что ведут умерших в мир живых эта сцена многого стоила pixar им пришлось разработать заново написанный софт чтобы зарендерить тысячи источников света сразу так значит это не сон обратите внимание на эти пирамиды это то откуда берутся корни дня мертвых а именно от индейцев майя и ацтеков а вот это уже со смыслом незаметная для большинства деталь показывающая что смерть настигает людей и самом юном возрасте аниматором было очень непросто смоделировать одежду скелетов так чтобы то выглядело естественно но даже с этой задачей они справились в мире мертвых буквально все очень старое старые компьютеры старые трамваи старые рации ведь как раз примерно столько лет назад умерли люди привнесшие эти технологии в мир мертвых еще один рынка баррид недопонимание значения слова мертвые на самом деле хорошо раскрыта имель до имела в виду не буквальную смерть а духовную что его не помнят не ставят фотографию а мигель пока не понимает эту разницу и считает смерть однозначной ту сторону а я благодарю по-дружески любишь дала круто это ж мой старый знакомый нас продолжают водить за нос и намекать на развязку истории искусное продолжение действий гектор что на самом деле желает вернуться к своей дочери коко хочет помощи от мигеля которые скоро вернется в мир живых и будет в силах поставить фотографию гектора на алтарь при этом этот самый мигель в мире мертвых как раз по причине того что когда-то гектор ушел от своей семьи и коко понимаете да и и мертвее мертвого традиционный грим на день мертвых был внедрен в сюжет не просто так просто потому что эта часть праздника а потому что это вынужденная маскировка живого мигеля в мире скелетов удалось ли этой сцене переплюнуть не зацензуренных нудистов из зверополиса может быть может быть кто тебя впустил и кого же это ты привел ко мне знакомьтесь фрида кала известная сюрреалистичная художница родом из мексики камео век спустя он сдох подавившись ветчиной я умер от пищевого отравления тут что-то нету съел возможное дело в той печени дружи сюжетная заготовка для раскрытия основной тайны си решки висят до земли не так поется но не при детях я превращаюсь в ничто конец близок спой мне что-нибудь ой ну ты что сам не знаешь я с этим покончу только что для тебя ну как же ее не любить море воспоминаний что случилось когда в том мире не остается тех кто тебя помнит ты исчезаешь и отсюда надо чтобы о нас вспоминали люди знавшие нас еще при жизни кто узнал по их рассказам одна из самых значимых и запоминающихся сцен мультфильма умершие превращающиеся в пыль после того как их забыли являются олицетворением идея о том что даже после смерти люди продолжают жить в воспоминаниях живых в наследии что они оставили будто творчество или семья ведь только живые могут вложить смысл в жизнь павших и когда забывают человека как персону то и его духовное эхо стирается из истории поэтому важно оставить что-то после себя ведь память о тебе это вечная жизнь твоей личности который ты был и будешь навсегда о инкредибиллс а может я спою я с тобой чё-то вот это другое дело когда ждать тепла мимо проражат мои чувства слегкаю я скотушек эта песня не только красиво но и раскрывает отношения настоящего писателя гектора с эмильдой обогащая картину их отношений нам нужно уходить что ты в своем уме а что если вы победили мальчик сбежал от родных просто хотят отправить его в мир живущих говорил делакрус твой единственный родственник они не терпят музыки надо чтоб благословил музыкант ну ты обманщик кто поговорил я веду тебя к родным конфликт мигеля и гектора имеет твердую основу в общем гектор бросил семью и оставил след на эмильде это отразилось на всей родне поэтому никто не хочет благословлять мигеля отчего тот их отверг и желает поддержки только от эрнеста делакруса которого ошибочно считает прапрадедом в свою же очередь гектор который все это и начал хочет вернуть мигеля к родным чтобы тот поставил его фото на алтарь но он не знает что родня мигеля и есть семья гектора ведь делакрус которому мчится мигель создатель недопонимания всего конфликта семьи ривера его предательское убийство стало основой проклятия этой семьи как бы все это замкнутый круг колеса движущегося сюжета это решетка как бы визуализация ситуации в семье через этот барьер может пройти мигель с гитарой не хорошась пойти против уставов но имей до заперта своими принципами и не в силах пойти за мигелем к тому что она так сильно любит и способна только петь когда мы с мужем пели ах как он играл он хотел покорить весь мир сам факт того что имей да не произносит имени мужа основан на ненависти к нему и это хорошая основа для поддержания тайны о ее настоящем муже ок да окей я ваш большой поклонник эль санта великая личность в мексике камео важный для испаноязычных знаменитостей маленькая деталь мигель называл пса данте взяв пример у делакруса чью лошадь в фильме звали данте о боже сос сос срочный сигнал сос ведь эта сцена со смыслом тебя скоро совсем забудут а кто в этом виноват если меня забывает то от того что ты ни разу не упомянул чьи песни поешь ты помнишь как мы расстались ты сказал мой друг для тебя я горы готов свернуть как фильме что и что он был яд исполнишь ее сам это твоя мечта раз тебе важнее дом тогда нам остается выпить на дорожку для тебя я горы готов свернуть будет здоров может быть выпил просто отличный сюжетный поворот ничего лишнего что дамакова одной семьи если весь мир вот наша семья я заскучал по дому из название песни весь мир моя семья фраза что произнес делакрус мигелю то есть он до сих пор продолжает воровать наследие гектора охрана заберите мигеля успех не достается нам просто так мигель знаменитый диснеевский зеленый свет ассоциирующийся со злодеями в мультфильмах дэлла крус в зеленом свете гектор в теплом свете она забывает меня моя дочка хотел снова и увидеть мою куку где откуда ты это взял я был готов что не увижу куку в мире живых но рассчитывал хоть на день встретить здесь не забывай просто должен я идти пускай в далеком я краю любимая моя это лучший момент мультфильма один из сильнейших сюжетных поворотов здесь есть и смысл и горечь и радость основа результат полное переворачивание понимания всего что мы увидели до этого момента и конечно же просто красивейшая песня за это надо выпить а мне красотка буду любить тебя вечно имей да решила исполнить песню гектора посвященную ей история заканчивается на том с чего и началась я долго шел к вершине я не боюсь брать судьбу в свои руки финал такой какими должен был быть главный злодей уничтожает себя сам и вторая смерть повторяет первую папу помнишь лучше тебе играл на ней помнишь папа он просил тебе передать я храню его стихи я ошибался это лучший момент мультфильма все что происходило в течение истории вело к этой кульминации песня не забывай что гектор словно сквозь время поет для коко голосом мигеля идеальная передача идеи о важности семейных уз возвращение памяти коко песней спасает загробную жизнь гектору в итоге один из главных героев спасается не просто так а из самых основ канона дня мертвых наследие что он оставил в своих песнях будет жить вечно как и память о нем исполнение мечты мигеля стать музыкантом также является исходом решения основного конфликта их семьи еще один главный герой был спасен не по пустому словом она кактус и это тоже я Продолжение следует...